друзья всем привет сегодня хочу вам показать одну из своих любимых групп эхиверий это эхиверия пуледонис и ее гибриды на мой взгляд это самая неприхотливая и самая интересная группа эхиверий ну кто-то со мной не согласится но я просто обожаю всех пуледонис пуледонисовых и хочу рассказать вам почему ну во первых потому что это эхиверия не тянется абсолютно то есть как бы вы ее не содержали без досветки как бы вы ее массово не поливали все равно она останется неизменной то есть ствол и и не удлинится максимум что она может сделать ну естественно от сильного перелива от постоянного такого полива если поливать ее раз в три дня естественно она не выдержит и как все суккуленты прикажет долго жить помашет вам ручкой но если ее умеренно поливать и содержать даже на северном окне без полива без полива то она прекрасно будет себя чувствовать и не вытянется абсолютно единственное что она сделает это потеряется вот эта кайма красная на кончиках листьев ну и листья станут немножечко вытянуть и подлиннее а так даже вот как у агавоидных те которые тоже не тянутся у нее даже не опустится вот так вниз листья то есть форму розочки форму вот такого лотоса она будет держать всегда вот этим она и хороша чем еще и хороши этих хороша это эхиверия ее гибриды тем что это растение является очень неприхотливым то есть она прощает ошибки в уходе она прощает вам все недолив перелив прощает вам не до свет то есть вот это самая оптимальная группа эхиверий которую можно содержать и не заботиться там о каких-то лампах каких-то солнечных окнах нет ну конечно же чтобы у растения был должный вид чтобы она красиво выглядела конечно ей нужно много солнца но я сейчас говорю не про это а про то что она простит все то есть она выживет и простит все ну можно сказать не знаю в атомную войну она выживет или нет но вот условия такие негативные она через себя пропустит и останется на коне гибридов полидонис много у меня не знаю ну штук 10 наверное может быть меньше сейчас с вами посчитаем я даже не знаю сколько у меня их точно потому что ну такой подсчет я не веду просто вот есть и есть но дело в том что я не знаю про родителей вторых то есть того с кем грешила полидонис когда создавался вот этот гибрид той или иной знаю несколько растений вот сейчас кто является вторым родителем сейчас я вам расскажу да вспомнила что мне нужно достать одну хиверию сейчас прервусь чтобы показать вам ее и продолжу ну все притащила продолжаю эхиверия опус это один из самых первых гибридов полидонис вот смотрите если поставить рядом эти две эхиверии но по размеру конечно же опус точно такой же как и полидонис и вообще вот на первый взгляд можно сказать что эти два растения но одно и то же на самом деле сейчас постараюсь вам поставить это все поближе чтобы было прям вот четко видно смотрите у опус листья нацвечивает плохо так вот так что ли под углом у опус листья толще у полидонис листья тоньше сами по себе у опус они короче такие как бы по кубастей а у полидонис они подлинней каемка на листе у полидонис тоже самое тонкая и краешки у нее можно сказать даже просвечиваются у опус же есть только эта каемка но она не просвечивается то есть вот эта полоса проходит просто по самому листу в отличие от полидонис на которых на которой вот эта полоса очень тонкая если смотреть на свет то можно увидеть ее прозрачность ну розетка конечно же красивая я обожаю ее и вообще я все обожаю полидонисовая опус это гибрид полидонис и хвери линсояна ну линсояна она практически похожа на чихуахуэнзис только чуть поярче крупную свою чихуахуэнзис я не принесла вылетел у меня из головы у меня есть здесь продажный экземпляр вот не такая она яркая потому что она стоит у меня можно сказать без досветки вот но по сути вот линсояна выглядит точно так же только намного ярче намного красней и вот вот эти две розетки являются родителями вот этого растения при скрещивании всегда можно найти какие-то интересные стороны вот эхиверия опус очень любит крестатиться и уже это крестатная форма эхиверии опус она вошла в отдельный вид эхиверии опус и выглядит она вот так это тоже продажный экземпляр то же самое говорю стоят они у меня без досветки потому что у меня на всех освещение не хватает и выглядит она сейчас не очень яркой вот относительно вот этой розетки конечно она выглядит так печальненько но пару недель под лампами она будет себя вести совсем по-другому и будет выглядеть конечно же намного ярче вот крестатная форма то есть крестатная у нее один гребень толстый и на этом гребне хаотично расположены верхние листья то есть у нее нет розетки если у это есть розетка есть сердцевина есть середина то где у этой сердцевины непонятно то есть листики вот так расположена по стволу гребешком со временем этот ствол вырастает вытягивает но не вытягивается вырастает а гребешок остается неизменным следующим гибридом эхиверия пуледонис является эхиверия геркулес как можно заметить у нее очень широкие листья кайма от пуледониса у нее осталось вот нет так плохо видно так то есть кайма осталось но широта листа конечно же не зашкаливает но намного отличается от пуледонис а все потому что вторым родителем является эхиверия элеганс вот она элеганс к сожалению меня только маленькая детка для показа но это уже так подросшая детка не мне очень маленькая сантиметр наверное не знаю быть три может быть три с половиной взрослой розетки у меня нет но даже по маленькому растению видно что листья у нее широкие и вот эту ширину листа эхиверия геркулес взяла именно от этого родителя ну а все остальные признаки доминирующие на естественно приняла от пуледонис эхиверия эстер моя любимица моя красотулька неполита правда вяленькая но все равно красивая это гибрид пуледонис и эхиверия деренберга деренберга у меня нет я вам показать ее не могу вот чем отличается эта розетка лист у нее тоже шире чем у пуледонис но кайма у нее вот это по листу она знаете как бы более темнее что ли более выражений как-то она четче смотрится на эстер нежели чем у пуледонис пуледонис она как бы всякая млина вот красная а у эстер но это наверное еще связано с ее цветом то есть на эстер вот эта каемочка она заметно как бы более резко что ли я не знаю даже как выразиться лист у нее шире и лист еще у пуледони у эстер смотрите он у нее растет с такими как бы с изломами вот если приглядеться каждому листочку то вот здесь излом вот здесь излом то есть на каждом листе есть излом это вот тот признак который получился в результате скрещивания этих растений то есть листья у нее неровные кайма у нее неровная а листы у нее загинаются чуть-чуть вот смотрите на каждом листочке такой можно заметить следующим гибридом является эхиверия орион ну вот эхиверия ориона эхиверия фиона я читала что многие относят эти два растения к одному и тому же виду но я с этим как в том фильме категорически не согласна потому что вот такой цвет сейчас орион набрал только под лампами то есть на улице это растение будет выглядеть совершенно по-другому вообще цвет любых растений любого суккулента нужно сразу нужно смотреть именно при содержании в естественной среде то есть без ламп то есть где нормальный спектр освещение и где солнечные лучи попадают на растение и окрашивают его так как оно должно быть потому что под многими лампами растения выглядят ну можно сказать как бы я выразилась если освещение очень сильное особенно если лампы красные если лампы фиолетового спектра то растения выглядят всегда какими-то однотонными то есть присутствует во всех растениях на самом деле присущ он этому растению или не присущ все равно присутствует какой-то фиолетовый цвет и вот пуледонис в естественный поле донис орион в естественных условиях он выглядит совершенно иначе он фиолетового цвета а если уже солнце такое максимально палящий когда температура зашкаливает там 40 45 градусов он вообще выцветает и получается какого-то знаете вот такого цвета сероватого но никакого присутствия розового оттенка там нет вот этот оттенок это получился он сейчас такой под лампами ну красивый я не спорю красивый оттенок но это его не естественный оттенок а фиона это совершенно я считаю что совершенно другой вид потому что фиона держит этот оттенок при уличном содержании и она всегда розовая даже если солнце палящие на нее попадает все равно фиона остается розовый вот в этом отличие гибрид орион является гибридом двух растений пуледонис и их и вере лилоцина вот я их поставила рядышком чтобы вы сравнили освещение конечно не очень даже не знаю как поднять эти лампы чтобы был натуральный оттенок нет не натуральный все как у каких-то белых бликах хожу с разных сторон ну наверное может быть вот так все равно какие-то белые блики не то но все равно вот видно да вот вот так вот это эхиверия лилоцина а это эхиверия пуледонис вот это два родителя эхиверии орион вот верона верона боже фиона вот фиона вот она все равно сейчас даже ведет себя по-другому это растение на реабилитации но на вполне себе нормальная уже она уже принялось и она уже у меня начало окрашиваться пришло на зеленым вот но оттенок у нее все равно я бы сказала другой если смотреть глазом без камеры сейчас покажу вам деток фионы сегодня буду их отправлять но пока я еще их не вынимала решила вот снять видео чтобы было видно так где у меня этот горшок сейчас он момент вот детки фионы видите вот они такие более розовые нежели чем вот это которая еще не набрала окрас но цвет это растение набирает тогда когда она вырастает до определенных размеров то есть по детки сейчас судить о настоящем ее цвете очень рано ну нет цвет неплохой такой симпатичный но вот того поросящего оттенка которых бывает у взрослой фионы сейчас у деток мы не увидим не знаю чем это связано ну вот так так вот есть вообще орион и фиона отличаются между собой только оттенком то есть орион он более фиолетовый а фиона она уходит в более такой нежный розовый цвет я все-таки думаю что но фиона никогда не будет сиреневый не будет фиолетовый она всегда будет иметь розовый оттенок а орион будет иметь в естественных условиях оттенок фиолетового цвета я все-таки думаю что фиона это какой-то выведенный гибрид но не гибрид а возможно ой но я не ботаник даже не знаю как объяснить в общем ну я думаю что в процессе отбора когда получались розетки между скрещиванием пули донис и лилоцины потому что лилоцина кстати бывает тоже бывает сиреневая бывают лилоцины которые уходят больше в розовый цвет то есть лилоцина от слова лиловая и бывает лилоцина но не знаю какого цвета где же найти такой оттенок чтобы показать вам какого на цвета бывает ну вот нежно-нежно розовая на бывает вот моя лилоцина это ее максимальный цвет неплохой цвет симпатичный но он не розовый он больше сиреневый я бы сказала а бывает лилоцина прям конечно не вот такого цвета но что-то близкое к такому цвету и поэтому я думаю что орион когда выводили скрещивали вот такую лилоцину спули донис когда выводили фиону скрещивали лилоцину вот такого цвета спули донис но это мое такое кустарное объяснение просто другого я ответа не могу найти на этот вопрос если вы что-то думаете или что-то знаете вот по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях очень буду рада вообще очень интересно дискутировать на какие-то темы и очень интересно узнавать что-то новое потому что я не все знаю абсолютно я такой же простой обыватель как и вы но просто у меня больше растений все вот задалась я вопросом себе собрать большую коллекцию ну собрала но вот таких тонкостей нюансов конечно же я не знаю потому что ну не особо я этим интерес интересуюсь нужно больше времени уделять наверное этому не всегда его хватает и так же я не могу объяснить какие-то нюансы с биологической точки зрения с ботанической потому что я не ботаник вот но это вот объяснение орион фиона это объяснение лично мое я не утверждаю что оно правильное но просто это мое мнение чем отличается фиона от ориона вот так вот он следующий гибрид эхиверия пуледонис эхиверия dark ice темный лед к сожалению второго родителя не знаю ну вот то что это гибрид пуледонис это точно не знаю она похожа на мой взгляд и на мэнсу она похожа и на орион но только вот этот оттенок сизоватого цвета на лед он очень-очень насыщенный значит о чем это говорит значит пуледони скрещивали с кем-то у кого очень сильный налет но думаю что не славу потому что славу бы листья были толстые ну с кем не могу сказать опять же обращаюсь к вам если вы что-то знаете по этому растению пишите будет очень интересно я думаю не только мне но и всем вот эта детка у меня очень-очень давно ну как очень давно когда-то летом я ее покупала она была без точки рост она была очень маленькая вот и ее надо было конечно мне держать где-нибудь вдали от палящего солнца тогда бы у нее процесс обрастания листьями был бы намного быстрее но так как она стагнировала солнце ее прям жгло жгло то она начала в себя приходить только после того как я убрала ее с улицы в комнату вот за вот этот период октябрь ну конец октября пусть ноябрь декабрь январь нет вру наверное все таки сентября она начала расти потому что тоже процесс не быстро нет но у нее конечно пошли процесс уже сразу но они были ослаблены тем что солнце слишком палила когда перестала палить солнце тогда начался перепад температур и это опять своего рода стагнация для растений растение набирали окрас но растение росли потому что в холодных условиях суккуленты не растут розетка конечно красиво я давно не мечтала давно ее хотела вот сегодня ее достала и подумала что наверное нужно оторвать от нее несколько листиков на размножение но не даже не потому что мне ее хочется размножить а потому что вот эти листья от нее нужно удалить потому что они длинные выросли а вот та макушка которая уже нарастина росла после посадки она вот она и она другого размера ну вот чтобы она была такая более компактная более такая интересная нужно удалить у нее листики это кстати вот этот метод тоже точно такой же как и пересадка в условиях того что не растет суккулент этот метод очень работает либо оторвать нижний ряд листьев полностью потому что нижние листья они больше они потребляют самые первые потребляют микроэлементы и вот в них оседает большинство полезных веществ и так как они во первых но не нужны я считаю этой розетки потому что она уже переросла их и у нее как бы уже начинает формироваться совершенно другая розетка отличная от вот этих листьев они вообще считаю я считаю сейчас они у нее как неудел поэтому нужно ее оборвать цвет конечно бомбический просто бомбический необыкновенный с какого угла не посмотреть но она еще хочу заметить что она у меня стоит не под лампой а вдали от лампы то есть основной поток света на нее не направлен если бы она стояла под лампой она была конечно еще краше это эхиверия верона следующий гибрид пуледонис 2 родители не знаю но растение тоже очень красивые вот сейчас она красная но всегда кстати под лампами такого красного оттенка достаточно яркая достаточно красивая но вот как мы видим хайма и лист у нее все равно пули донис эстер вот вот это как бы отличительная особенность этих розеток форма листа окончании листа и форма розетки второго родителя не знаю кто знает подскажите буду благодарна так следующие два растения вот эти нет давайте вот это покажу мою страдалицу и уберу вот смотрите что сегодня у меня случилось с ней упала упала со стола прямо листьями вниз листья эти все переломались она была такой красоточкой сейчас видите прям черные листья это места сгиба видите тут даже еще ткани не зажили зеленые буквально час назад случилось это трагедия ну не смертельно обрастет когда-нибудь ну я думаю вот этот лист окажется вот здесь только к концу лета через полгодика я думаю она будет такого же красивого вида как какой был у нее вот до вот этого падения так это эхиверия мэнса второго родителя тоже не знаю первый родитель пули донис сейчас она красноватая под лампами летом она ну каков-то фиолетового оттенка сейчас покажу еще вам мэнсу но чтобы как бы тоже сравнить вот мэнса это мэнсо стояла под лампами а вот это мэнсо стоит вообще абсолютно без ламп это мэнсо на продажу ну вот я ее недавно кстати поставил думаю ну что ж ты бедная страдаешь-то да я тебе хоть чуть-чуть там поменяю с кем-то местами вот поменяла местами буквально на наверное дней может быть 4-5 постояла на этом месте и уже начали кончики розоветь то есть вот ей сейчас еще пару недель под яркими лампами ну и она будет достаточно уже такая неузнаваемая отличная вот от вот этого цвета ну тоже мэнсо не тянется ствол у нее не вытягивается листья у нее не опускаются обалденная розетка красивая неприхотливая прощает переливы в общем рекомендую у меня кто-то спрашивал видео для видео отснять растение для новичков вот это растение для новичков прямо вообще отличный вариант а вот детка эхиверий мэнсо в центре кадра видите как она отличается пока от взрослой мамки это детка вот именно от этого растения листья у нее покруглей и цвет у нее такой сереневатый и какая-то ярко-красная кайма на листиках появляется но это я думаю что от недостатка питания ярко-красная кайма следующий гибрид это эхиверия пуледонис мехико то же самое с кем грешила пуледонис когда рождалось вот это чудо я не знаю но чудо получилось удивительное просто удивительное с какой стороны не посмотреть обалденное сейчас у нее под лампами вот эти кончики видите они у нее окрашиваются больше чем у полидонис то есть у нее не просто красная кайма а у нее как бы кайма это продляется а летом на солнце вот эта кайма бывает темно-коричневого цвета и выглядит она не менее эффектно чем сейчас но это вообще моя любовь конечно давние я ее хотела себе невозможно привозила несколько штук таких из Кореи кстати вот я за ней охотилась не знаю сколько очень долго когда я ее купила я была на вершине счастья а когда я ее привезла то есть разбирали все розетки а эту разбирали в последнюю очередь то есть людям она почему-то не нравилась ну вот для меня это прям вариант-вариант обалденная я считаю розетка тоже самая неприхотливая кстати она у меня не полита я вам в каком-то видео уже говорила она у меня не полита уже месяца наверное под два и тургор у нее еще и не очень потерялся не особо листья мягкие у нее ну буду дальше наблюдать так а вот это эхиверия я так думаю что это гибрид уже вот от этой розетки когда я ее купила я ее причем покупала тоже в Корее как эхиверия пуледонис но я сразу была уверена что это не пуледонис потому что от пуледонис она явно отличалась видите у нее такие же загнутые листья как у пуледонис у нее кайма тоньше то есть кайма вот этого растения похожа на кайму эстер так где у меня эстер убрала я ее уже вот кайма похожа на кайму эстер и загиб листьев тоже такой же как у эстер но розетка сама видите какая как тюльпанчик то есть вот я ее поливаю она у меня как ее поливаю ее берегу ее подарить никому не смогу я ее поливаю но то есть она у меня не содержится в таких экстренных условиях как содержится вот это ради эксперимента уход у нее точно такой же как у той же эстер но вот от эстер все равно он отличается ну-ка подвинься подвинься мы эстер поставим вот то есть она не похожа на эстер это видно что она не похожа хотя какие-то признаки есть может быть это уже гибрид между эстер и вот этой розеткой не могу сказать информацией такой не владею я вначале думал что это геркулес потом нет от этой идеи я ушла ну вот сейчас она у меня значится как гибрид полидонис мехико как она называется на самом деле я не знаю но как бы сходство у нее все равно очень сильное с этой розеткой ну вот так если а так теряется оттенок нет а вот если так и так все теряется короче все теряется кошмар какой-то как я скучаю по улице там как не стань свет всегда цвет у растений всегда такой какой должен быть были конечно блики но вот под лампами конечно с моим устройством ручным очень сложно снимать ну наверное все друзья сегодня я вам показала группу растений от которой я в восторге которую я люблю которую я коллекционирую давайте пробежимся сразу по названиям последнего вот еще раз это эхиверия апус это эхиверия орион это прародительница всех рядом стоящих эхиверия пули донис это мэнса это пули донис мехико это верона это эстер это а дарк айс и это ну какой-то сп который значит у меня как гибрид пули донис мехико сколько же у меня штук то может быть я кого-то и пропустила я так по полкам просмотрела вроде больше никого не видно кто похож бы был раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять немного а фиона еще но фиона у меня в детках я себе буду фиона отсаживать поэтому у меня десять штук десять штук розеток которые являются гибридами эхиверии пули донис ну вот и все друзья да еще хочу сказать что пули донис очень хорошо размножается и все гибриды пули донис очень хорошо размножаются листом вот эту я не пробовала но думаю что проблем с размножением не будет мне так кажется и дарк айс не пробовала размножать листом остальные все ну эстер конечно размножается но туговато пули донис от листа размножается быстрее и вероятность появления детки от листа ну примерно девяносто восемь процентов если лист не станет прозрачным если вы его правильно оторвали то все с ней будет с ним с листом будет хорошо ну все друзья всем спасибо за просмотр всем пока пока всем здоровья добра и радости всем жирных красивых растений пишите в комментариях какие есть у вас гибриды пули донис может быть вы знаете информацию какую по этим растениям давайте ее собирать вместе потому что информации очень мало в интернете и зачастую вот когда хочешь найти ничего не найдешь я вот прежде чем снять вот это видео я перелопатила очень много статей очень много просмотрела всяких разных и иностранных сайтов и нигде никакой информации практически нет поэтому вот то что имеем бережно храним потому что потому что больше такую информацию взять вообще негде я конечно поражаюсь почему суккулентами так мало занимаются такие растения чудесные и сейчас они становятся все больше и больше с каждым годом популярней и все равно вот ученые ими не интересуются никаких статей по этому вопросу нет вообще по всем суккулентам печально конечно ну что есть то есть значит вывод какой значит будем мы с вами запрягаться выращивать растения и потом делать выводы и делиться этими выводами своими друзьями все друзья всем пока 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 пока